Всех приветствую! В сегодняшнем видео мы будем мерять сопротивление ложки. Замеры, как всегда, мы будем производить реальные. Так сказать, все проверим на практике. Какую точность будут иметь эти замеры. Точность они будут иметь довольно высокую. Все будет зависеть от того, какие измерительные приборы вы используете. Это вы дальше потом поймете все из практических замеров и расчетов. Также наши замеры будут зависеть от того, насколько ответственно мы будем подходить к нашим измерениям. А где это реально можно применять? Я думаю, каждый из вас хотя бы иногда сталкивался, что нужно замерить какие-то довольно низкие сопротивления. Ну, конечно, может быть не такие уж и маленькие, как 1 миллион. Хотя я покажу, что можно померить будет и более точно сопротивление. Практически с точностью до 0,1 миллиона. Ну, это опять же будет дальше. Ну, а более конкретно, что можно такое померить? Ну, допустим, сопротивление тех же обмоток двигателей или каких-то шунтов. Ну, в общем-то, измерений как бы маленьких сопротивлений существует много. Просто мы не всегда с этим сталкиваемся. На этом сама вступительная часть заканчивается. А теперь подходим к самим измерениям. За основу мы возьмем незыблемый закон, закон Ома. И на его основании будем делать все наши измерения и расчеты. Закон этот настолько глобальный и простой, что ошибиться там и сделать что-то неправильно практически невозможно. И сначала давайте взглянем на схему и разберем ее принцип действия. Схема, как видите, довольно простая. Она однородная и состоит всего лишь из источника тока, желательно регулируемого источника тока и также сопротивлений. Сопротивление не одно, хотя мерить мы будем всего лишь одно. Почему тогда так много сопротивлений, вы спросите? Просто это все сопротивления изображены схематически всех наших участков цепей. Допустим, сопротивление провода от блока питания к нашему прибору плюсового. Сопротивление минусового провода. Сопротивление, допустим, щупа прибора, того же мультиметра, который измеряет наш ток. Сопротивление второго щупа мультиметра. И каждая из них имеет какое-то сопротивление. Пускай они будут очень маленькие, но они нас не интересуют. Они просто изображены схематически и никак не будут влиять на наши измерения. Почему? Сразу же объясню. Потому что наша цепь однородна и ток, который протекает в любой точке нашей цепи, везде будет одинаков. И поэтому ток, который протекает через наш исследуемый резистор, в роли которого у нас выступает наша чайная ложка, будет такой же, как и во всех точках других этой цепи. Давайте еще раз глянем на сам закон Ома. И равно У, деленное на Р. Ток ранен, напряжение деленное на сопротивление. И вот, если мы будем знать ток, а мы его сами выставим, какое-то значение, я забыл сказать, что нам для этих целей нужно будет еще два измерительных прибора, один из которых будет мерять наш ток, а второй будет мерить падение напряжения на нашем резисторе, то есть на ложке. Вот нам остается по этому закону померить напряжение, которое будет на концах нашего участка, нашей ложки. И потом это все подставить в формулу и рассчитать. Как вы видите, схема настолько проста и закон настолько точен, что и рассчитанное наше будет значение нашего сопротивления ложки будет очень-очень высокое. А как я уже сказал, все только будет зависеть, насколько вы доверяете своим приборам и насколько точны их измерения. И теперь, как мы будем все это рассчитывать? Из того же закона Ома вытекает, что сопротивление равно напряжение, деленное на ток. Формула настолько простая, что посчитать можно даже на листе бумаги. Кто-то сможет посчитать и в уме, или на том же калькуляторе, или в Excel. И тут первым делом давайте определимся, что мы измеряем, какие значения и в каких величинах. Итак, один из наших приборов измеряет ток. Второй из наших приборов измеряет напряжение. И все эти результаты мы подставляем в формулу закон Ома, где результат должен получиться наше сопротивление. А мы давайте продолжим наш физический эксперимент. Из чего начнем? Чтобы легче было выставить ток в нашей цепи, я еще добавил несколько сопротивлений. Почему несколько? Чтобы просто разгрузить нашу схему и уменьшить посадку напряжения на каждом из этих резисторов. Потому что резисторы греются, а ток может доходить и до 100 мА, если мы хотим более точно измерить наше сопротивление ложки. А для точности измерений нам нужно задать более-менее стабильный ток, который будет держаться какое-то определенное время, хотя бы 5-10 секунд для наших измерений, и никуда не плавать. Поэтому нам нужно уменьшить выделение тепла на нашем ограничивающем токе резисторы. И если мы его возьмем, разобьем на несколько резисторов, одинаковых или разных, просто на каждом из них будет падение определенного напряжения, это не те резисторы, которые мы измеряем, а это токозадающий резистор. Можно поставить один, если у вас есть, конечно, сразу же там ватт на 10 резистор, поставьте и не морочитесь с этим. Но у меня нет, я ставлю более слабые резисторы, поэтому я поставлю 3 штуки последовательно. Вот они на нашем испытательном стенде. Можете поставить их и больше, и 5 штук, хуже не будет. Главное, чтобы сопротивление соответствовало току, который будет протекать в вашей цепи. Мне нужно выставить ток. Я покажу. Сначала выставлю ток 50 мА, потом для проверочного замера я выставлю ток 100 мА. Как вы понимаете, этот ток протекает и через нашу ложку. Итак, начинаем замеры. Вот этот прибор показывает наш ток, который протекает в этой цепи. Вот он, амперметр. Второй прибор, это вольтметр. Он включен в режим миливольт. Этот включен в режим милиампер. Вот наша ложка измерительная. Сейчас наш вольтметр еще не подключен к ложке. Щупы его свободны. А прибор амперметр уже включен в разрыв цепи. И я на нашем блоке питания начинаю добавлять напряжение и выставляю ток 50 мА. Вот наш ток 50 мА. И теперь начинаю замерять падение напряжения на нашей ложке. Меряю на тех же точках, куда подключены наши провода. И мы видим, что напряжение, которое падает на нашей ложке, это 0,26 мВольта или 260 мВольт. И вот теперь нам остается только эти наши замеры подставить в формулу и рассчитываем. Получаем 5,2 милиома. 5,2 милиома. А теперь давайте попробуем посмотреть, на каком же участке нашей ложки будет сопротивление всего лишь 1 милиом. Для этого, опять же, мы все давайте подставим формулу и нам нужно замерить тот участок, на котором падение напряжения будет всего лишь 50 мВольт. Смотрим на этот вольтметр. Подключаю опять источник питания. Те же наши 50 мА. И я начинаю мерить, чтобы здесь были показания. Вот здесь стояла пятерочка, все остальные нули. Вот смотрите. Это этот участок. Дальше я веду, увеличиваю уже 6, 7, 8 милиома. И вот этот участок, 50 мкВольт, вот они. На вот этом участке примерно около 1 см. Вот этот участок 1 см. Это и есть наш 1 милиом. Тут уже 4. Вот пятерочка наша. Вот этот именно участок или сопротивление 1 милиом. Давайте уменьшаем. Дойдем до единички. Вот на вот этом участке у нас получилось 10 мкВольт. И это соответствует сопротивлению 0,2 милиома. 200 мкОм. Вот этот участок где-то около 1 мм. Это 200 мкОм. А теперь давайте контрольный замер. Я увеличу ток до 100 мкА. И сделаем те же самые замеры. Итак, вот наши 100 мкА. И сейчас я опять делаю замеры полностью нашей ложки. Итак, напряжение здесь падения на ложки 0,5 мВольта или 500 мкВольт. Опять все это подставляем в нашу формулу и получаем 0,5 мОм. В первом случае, когда мы замеряли при 50 мА, мы получили 0,52 мОм. Сейчас 0,5 мОм. Почему разбежность, хотя она очень и минимальная, но представьте, мне нужно точно попасть в ложку, которая колеблется в те же самые точки. Получилось всего лишь разброс 0,02 мОм. Это вообще практически очень маленькое сопротивление. 20 мкОм. Поэтому можно сказать, что наши замеры очень точны. Наш ток цепи, видите, держится стабильно. Благодаря тому, что я подобрал три сопротивления, на каждом из них выделяется определенная мощность. Если бы сопротивление было одно, то ток бы поплыл. Да, сразу еще хочу ответить, какие же сопротивления я использовал. У меня было вот таких три сопротивления. 47 Ом. 2 Ватта. Надеюсь, что это видео кому-то помогло разобраться, как мерить маленькие сопротивления. Вы увидели, что точность, которую мы сегодня замерили, очень-очень большая. Это даже не десятые части Ома, не сотые части Ома, а тысячные и даже больше. Мы померили сопротивление с точностью до 0,02 мОм. Или, если это перевести в микроомы, 20 мкОм. Конечно, там есть уже какие-то погрешности и разбросы, но я не думаю, что они довольно большие. И вам нужна будет такая уж большая точность микроомы. И теперь, зная этот метод, вы можете померить сопротивление практически всего, что вам нужно. Надеюсь, что это видео было полезно. Если видео понравилось, поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал. Также поделитесь этим видео на других ресурсах. А на этом всем пока и до новых встреч!